Уважаемые слонимчане, призываю вас обратить внимание на личную профилактику острых респираторных инфекций, в том числе инфекции COVID-19. В последнее время мы отмечаем, что многие люди расслабились и перестали соблюдать простые правила, которые позволяют снизить вероятность инфицирования. Находясь в общественных местах, в торговых объектах, в центрах, в аптеках, в отделениях банка, в отделениях почты, в культурных и религиозных сооружениях, в общественном транспорте, старайтесь соблюдать социальное дистанцирование, одевать маски, по возможности обрабатывать руки антисептиком. К сожалению, коронавирус никуда не ушел и продолжает циркулировать среди населения. Ежедневно регистрируются новые случаи инфицирования как в Республике Беларусь, так и в Гродненской области. Слонимский район не исключение. Мы регистрируем определенный рост заболеваемости ОРИ и заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мировая практика показала, что соблюдение простых мер профилактики, социальная дистанция, правильное применение масок, поддержание чистоты рук позволяет значительно снизить риск инфицирования. А если человек и заболевает коронавирусом, то эти простые меры профилактики, которые я озвучил выше, позволяют снизить дозу поступающего инфекционного агента в организм человека. И тем самым снизить вероятность тяжелого течения болезни. Пользуясь случаем, хочу напомнить основные правила ношения масок. Маску стоит носить при посещении общественных мест, если у вас имеются симптомы ОРИ и вы при этом общаетесь с другими людьми, если вы ухаживаете за больным человеком. На улице маску носить нецелесообразно, поскольку риски заражения любой респираторной инфекцией на улице крайне малы. Маску необходимо менять каждые 2-3 часа. Если маска стала влажной, сырой, ее необходимо сменить. Старайтесь не трогать надетую маску руками, а если это произошло, обязательно вымойте руки или обработайте антисептиком в ближайшее время. Если у вас одноразовая маска, после ее использования ее необходимо выбросить в мусорное ведро. Если у вас многоразовая маска и у вас есть определенные планы по поводу дальнейшего использования данной маски, то ее необходимо после 2-3 часов использования поместить в индивидуальный одноразовый пакет и только после этого поместить в карман. Что имеется в виду под индивидуальным одноразовым пакетом? Просто если у вас есть, например, в сумочке лежит в пакетике несколько масок, то есть запас определенной маски, то в этот же пакет уже использованную маску наложить не следует. Есть определенные особенности ношения так называемых медицинских масок. На сегодняшний день они в широком доступе. Вот я взял с собой образец медицинской маски. Обратите внимание, что у нее есть две стороны. Цветная сторона и так называемая белая сторона. Так вот цветная сторона это как правило наружная сторона, поэтому цветной стороной маска одевается наружу. Сверху обычно у медицинских масок есть металлический зажим. Его на камере вряд ли будет видно, но если пощупать руками, то он здесь есть. Маска одевается следующим образом. Любая медицинская, немедицинская одевается за ушные тесемки. Таким вот образом. Потом расправили. Если это медицинская маска, зажали носовой зажим. Можете немножко еще раз поправить. Все. Маска одета. Маска обязательно, обращаю внимание, должна закрывать подбородок, закрывать нос. Вот так вот носить маску или вот так вот использовать ее в качестве подвязки нижней челюсти, это нельзя. То есть только вот так вот носится маска. И самое главное, когда вы снимаете медицинскую маску, маска снимается снова-таки за ушные петли. Ну и дальше утилизируется в соответствии с озвученными далее правилами. Помните, что ваше собственное здоровье и здоровье ваших близких прежде всего зависят от вас самих. Какие вы меры профилактики применяете, такие же у вас риски заражения, прямо пропорциональные риски заражения любой острой респираторной инфекцией. Поэтому берегите себя, берегите своих родных и близких. Здоровья вам и успехов!